Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем 39 главу. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Патифар, царь и дворец фараонов, начальник телохранителей. Мы читали, как Иосифа его братья родные продали измаильтянам, и измаильтяне привели его в Египет и продали как раба. Его купил египтянин Патифар. Ученые, которые исследовали это повествование об Иосифе, они отмечают, что там множество египетских деталей, которые были вполне узнаваемы. И имя Патифар, оно именно египетское. И он царедворец фараонов, начальник телохранителей, то есть достаточно человек высокопоставленный. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф в боговолении, в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим, и над всем, что имел, Господь богословил дом египтянина ради Иосифа. И было богословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле его. В чем, собственно, удивительность этого повествования? Человека продали родные братья в рабство. Он, конечно же, стал жертвой большой несправедливости и жестокости. Он был любимцем в своем родном доме, и тут его продают в рабство. Какие-то измолитяне его ввакут в Египет. В Египте его там приводят на рынок, и его продают, как скотину, вот этому патифару. И что по этому поводу мог испытывать Иосиф? Он мог испытывать гнев, обиду, горе, негодование. Он стал жертвой явной несправедливости, явного преступления. И вот теперь он оказывается рабом в доме какого-то иностранца, какого-то египтянина. И он вынужден на этого египтянина теперь пахать. И это ситуация, в которой было бы, естественно, испытывать горечь, испытывать негодование, испытывать ненависть. Ненависть по отношению к людям и ненависть по отношению к Богу, который все это допустил. И, наверное, было бы естественно и ожидаемо, если бы Иосиф сильно бы негодовал на Бога и говорил, как так вообще, вот как Бог допустил такое безобразие, как я попал в рабство теперь, за что, собственно, я попал, не за какие-то мои преступления, я попал теперь в рабство, теперь мною командует вот этот египтянин Патифар, я должен пахать на него как раб. Но мы видим, что Иосиф ведет себя совершенно по-другому и даже как-то неожиданно. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. То есть он усердно и старательно служил своему рабовладельцу. Мы привыкли, конечно, к тому, что рабовладельцы гады, и рабы их сильно искренне ненавидят. И мы солидарны с этой ненавистью, потому что они большую делают несправедливость, и они держат людей в неволе. Если бы Патифар был честным, хорошим человеком, он бы выкупил этого юношу и отправил бы его домой. Вот была бы ему честь и хвала. Но он его именно купил и оставил себя в доме, стал эксплуатировать. Как реагирует Иосиф на эту очевидную несправедливость? Он старательно трудится для своего господина. Бог его богословляет. Дом его господина устраивается. С какой бы стати Иосифу жевать благо своему господину и трудиться на его благо? Он ему не друг и не родственник. Он его купил за серебро. Он с ним обходится несправедливо уже тем фактом, что держит его в рабстве. Но Иосиф вместо того, чтобы озлобиться, вместо того, чтобы иметь претензии ко всем, а он мог их иметь, Иосиф вместо этого добросовестно служит своему хозяину. Это удивительный урок Библии, который относится к нам тоже, поскольку у нас нет рабства, конечно. Но у нас часто бывают ситуации, в которых мы чувствуем себя жертвами несправедливости. Бывают люди, которые вынуждены работать на какой-то работе, которая им не нравится, она тяжелая, она низкооплачиваемая. Они не пользуются авторитетом и уважением на работе, им командуют. И они вынуждены изнурительно трудиться для того, чтобы себя как-то прокормить. Они не видят перед собой перспектив. И в этой ситуации человеку легко злобиться. Человеку легко начать испытывать гнев и негодование по отношению ко всему миру, по отношению к своим работодателям, по отношению к своим сработникам. И вообще на весь мир злиться. И вот Иосиф показывает пример того, как он оказывается в этой несправедливой ситуации. И в этой несправедливой ситуации он вместо того, чтобы злиться и негодовать, он усердно трудится, исполняет свои обязанности как можно лучше. И Бог был, был Господь Бог с Иосифом, Бог его богословляет. И в ответ на его смирение, в ответ на его готовность делать добро и трудиться ради своего нового господина египтянина, исполнять свои новые обязанности, которые на него свалились добросовестно, Бог его богословляет. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. То есть, конечно, Господь дает успех, но нужно само желание, чтобы этот успех был. То есть, что он очень старательно выполняет свои обязанности, старается сделать их как можно лучше. И снискалось в благоволение в очах его, и служил ему. То есть, Патифар стал ценить этого своего раба и стал на него смотреть с благоволением, что он такой хороший, толковый, усердный раб. И поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И Патифар стал к нему относиться с глубоким доверием, что он знал, что Иосиф поступает честно. И Иосиф поступает честно в ситуации, когда он мог бы сказать, «Я здесь раб, меня купили за серебро. Сам тот факт, что я здесь нахожусь, это ужасная несправедливость. Никто и не думает платить мне справедливую цену за мою работу. Если обворую моего хозяина, я буду этим прав. Я еще очень маленькую себе компенсацию сделаю, если я его обворую». Но ничего подобного не приходит Иосифу в голову. Он старательно и честно трудится на своего владельца. «И с того времени, как поставил его над домом своим, над всем, что имел, Господь богословил дом Египтянина ради Иосифа, и было богословение Господне над всем, что имел он в поле, в доме и в поле его. И этот раб оказывается богословением для своего хозяина, приносит ему огромную пользу. И оставил все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел». То есть Патифар, видя какой добросовестный, честный человек Иосиф, все оставил в его руках. Он стал его домоправителем. Он сделал такую неплохую совсем карьеру для раба, благодаря тому, что он усердно трудился, вел себя честно и старался делать добро своему хозяину в той ситуации, в которой он оказался, вместо того, чтобы злиться, негодовать и приходить в уныние отчаяния. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, «Спи со мною». Некоторые исследователи предполагают, что Патифар был евнухом. В Египте евнухи могли занимать достаточно высокое положение, и они могли иметь жен, которые были знаком статуса. Ну, понятно, что они не могли жить супружеской жизнью. И, возможно, эта женщина имеет некоторое такое извинение, что у нее не было нормального супружеского из-за того, что муж ее был евнух. Но это предположение, мы не знаем точно. Так или иначе, она обратила взоры на Иосифа и сказала, «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме, Сём. Не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю себе великое зло и согрешу перед Богом». И вот жена господина говорит ему, «Спи со мною». И какова могла быть реакция Иосифа, достаточно ожидаемая. Он мог этим воспользоваться и даже без особенных угрызений совести. Он мог сказать, «Ну а что? А я человек подневольный». «А она жена господина моего». «Ну а она мне сказала, а я что? Я подневольный человек, я не могу ей сказать нет, потому что я всего-навсего тут раб, в конце концов». Конечно, Иосиф мог бы сказать, что «А вот этот Патифар, он рабовладельец, у меня к нему куча претензий». Ну и в конце концов, он мог бы сказать, что «Я тут вообще в рабстве, и я имею право себя как-то за это утешить». Но он отказался и сказал, что не господина своего. И вот что он говорит. «Во-первых, господин мой не знает при мне ничего в доме, все, что имеет, отдал в мои руки. Мне Патифар доверяет, и я не могу нарушить доверие моего господина». То есть там, где возникли эти отношения доверия, и Иосиф их даже выстроил, он отказывается совершить предательство, он отказывается обмануть своего господина. Он проявляет верность. Для нас немного необычно, потому что мы привыкли к тому, что рабовладельцы гады, их полагается ненавидеть. Но для Иосифа это ничего подобного. Он добросовестно и честно относится к своему господину. При том, что да, у него есть причина быть недовольным. «Нет, больше меня в доме сём, он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что жена ему. Как же я сделаю сей великое зло и согрешу пред Богом?» Вообще, сюжет о несправедливом обвинении в прелюбодеянии или в насилии, он достаточно бродячий, он часто встречается в древней литературе. Но в литературных памятниках других народов вот это нравственное поведение человека, который отказывается от соблазна, это что-то, что происходит между людьми. Грехи и праведность человека — это что-то, что происходит между людьми. Это не связано с отношениями со сверхъестественным. Нравственность, этика, честность, порядочность в отношениях между людьми и отношения с богами для язычников — это не совсем одно и то же. Несколько в разных областях лежат. Язычники не считали, что боги вникают в отношения между людьми, что богам важно, чтобы люди всё время поступали друг с другом честно и справедливо. Но Иосиф понимает, что вся его жизнь проходит перед богом. У него с богом есть определённые личные отношения. И он понимает, что он не может совершить предательство по отношению к своему хозяину, потому что это одновременно было бы предательством по отношению к богу, который его благословил. И мы понимаем, что Иосиф видит в том положении, в котором оказался богословение. Что он стал домоправителем при этом Патифаре. Он говорит, как же я согрешу теперь перед богом. Когда она так ежедневно говорила Иосифу, он не слушался её, чтобы спать с ней и быть с нею. И эта женщина вела себя настойчиво. То есть это не то, что у него был отдельный соблазн, но он отказался, он уклонился, на этом закончилось. Нет, она ему хозяйка, и она постоянно на него наседает, и он отказывается. Он проявляет упорное нежелание согрешить. Это резко противоречит современной этике ещё и в том, что очень часто у нас вся массовая культура, она продвигает такой образ человека, который, ну, просто ищет, где бы ему согрешить, во что бы ему ещё впасть. Вот жизнь, она для того, чтобы срывать цветы наслаждения, и вот человек настойчиво бегает за грехом. А здесь мы видим нечто обратное. Грех бегает за человеком, а человек отказывается. Он говорит, нет, я не поступлю так, ты замужем, я не совершу такого беззакония по отношению к твоему мужу, который мне доверяет, и я не согрешу перед Богом. Случилось в один день, что он вошёл в дом делать дело своё, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала, ложись со мною. Но он, оставив одежду свою в руках, её побежал, выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках, её побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им, «Посмотрите, он привёл к нам еврея ругаться над нами». То есть она позвала домашних, то есть египтян, и стала указывать, что Иосиф, он еврей, он чужак, мы тут египтяне. А тут пришёл этот наглый еврей и ещё, значит, над нами ругается. Он пришёл ко мне, чтобы лечь со мной, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопли, закричала, оставил у меня одежду свою, побежал и выбежал вон. И мы видим, что она оглеветала Иосифа. Она сама его домогалась, и она обвинила его в попытке изнасилования, и таким образом такой на нём вызвела поклёв. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привёл к нам, приходил ко мне ругаться надо мною». И говорил мне, «Лягу я с тобою». Но когда, услышав, что я подняла вопли, закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой», то восплывал гневом и взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены были узники царя. И был он там в темнице. Некоторые толкователи предполагают, что на самом-то деле Патифар не поверил своей жене. Он имел представление о том, что, собственно, это за дама. Потому что он не убил Иосифа на месте, что было, в общем-то, ожидаемо. Раб, который попытался изнасиловать жену хозяина. Очевидно, там бы долго не протянул при таком раскладе. Но его Патифар не убивает, а отправляет в темницу. Из чего некоторые толкователи предполагают, что всё-таки Патифар так с некоторым скепсисом отнёсся к заявлениям своей жены. Но он решил, что, очевидно, он не будет становиться на сторону раба против жены и просто отправился в темницу. И вот происходит новое крушение в жизни Иосифа. Иосиф упорным и честным трудом добился стабильного положения. Он в рабстве, да, но он всё-таки выбился как-то в люди. Он сделал из своего ужасного положения раба что-то приемлемое. Он выбился в домоправителя. Он безупречно служил своему хозяину. Он честными, усердными трудами всего добился. И в итоге его оклеветали, его обвинили в преступлении, которого он не совершал, и бросили в темницу. Причём не только не совершал. Напротив, его предлагали совершить грех, настойчиво склоняли к греху. Он отказался и по этой причине попал в темницу. Тот самый Патифар, доверием которого он так ценил, ради чести которого он так старался, его ввергают в темницу. Новая несправедливость, всё рухнуло. И здесь опять-таки хороший случай впасть в уныние, в отчаяние, в озвобленность, в негодование, в ненависть ко всему миру. Но ничего подобного не происходит, Иосиф ведёт себя совершенно иначе. И Господь был с Иосифом, и простёр к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И мы видим, что Иосиф продолжает вести себя как человек трудолюбивый, кроткий и честный даже в темнице. Понятно, что темница — это очень неприятное место. И начальник темницы человек суровый, он имеет тело не с самыми приятными людьми, но Господь даровал ему милость и благоволение в очах начальника темницы. Мы видим, что милость Божия проявляется в том, что человек обретает милость и благоволение. Но эта милость проявляется не так, что вот неким сверхъестественным образом внезапно начальник темницы начинает прекрасно относиться к Иосифу. Относить, очевидно, Иосиф что-то для этого делал. Очевидно, Иосиф вёл себя так, чтобы расположить к себе начальника темницы. «И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находящихся в темнице, и во всём, что они там не делали, он был распорядителем». То есть начальник темницы, как и Патифар немножко раньше, он ставит Иосифа начальником, им полностью доверяет. Начальник темницы не смотрел ни за тем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всём, что он делал, Господь давал успех. То есть Иосиф, пережив эту страшную несправедливость, вместо того, чтобы озлобиться и негодовать, он, сидя в темнице, тем не менее, находит возможность сделать что-то полезное, и этим своим полезным поведением привлекает к себе симпатии самых разных людей, в том числе начальника темницы. Мы с вами прочитали 39-ю главу книги Бытия. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Продолжение следует...